Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги «Пророк Весаи» Читаю ее для библейского портала «Экзегет» в своем переводе Пятая глава такая необычная, она очень известная Наверное, одна из самых известных глав в этой книге Хотя в ней много известных глав И она вот как бы выпадает из общего ряда Ну потому что первая глава вводная Потом у нас три главы обличения Израиля и Иерусалима А пятая тоже обличение Израиля и Иерусалима Но в необычной форме Я спою возлюбленному песнь, а его виноградники спою Ну, наверное, говорят слушатели, очень хорошо Красивая песня про виноградник и про любовь Виноградник это вообще такая очень тема, связанная с любовью Виноград из него вино делает, он пьянит Оно пьянит, оно вкусное, как любовь Наверное, сейчас тут будет свидание какое-то Был у возлюбленного сад виноградник на тучном холме Он вскопал его, очистил от камней и отборные лозы посадил Он башню посреди него воздвиг и вытесал из камня до вильня Так, нет, это не про любовь, думают слушатели Это про труд Виноградник это очень хорошо понятно Нужно выбрать холм, потому что он освещается солнцем лучше, чем ровная поверхность Причем холм с хорошей почвой тучной Вскопать, очистить от камней Там на Ближнем Востоке очень много камней, надо их собрать с поля А то некуда будет сажать виноградные лозы Насадил отборные лозы Построил башню, давильню Башню, чтобы сражить Давильню, чтобы потом собирать урожай Давить виноград, из него сок вытекает И вино будет потом То есть все очень хорошо устроено Прекрасный виноградник, отлично Стал он спелы гроздь ждать А выросли только дички А дички дикие Виноградные плоды Не обязательно даже виноградные То есть то, что вырастает само по себе Виноградный сделал все, чтобы выросли отборные ягоды А выросла так, мелкая кислятина Как будто он ничего этого не сделал Виноград его проигнорировал Странно, думают слушатели, о чем это Вы, жители Иерусалима, вы, кто населяет Иудею Рассудите, как мне поступить с виноградником моим Чего я не сделал для него, о каком труде позабыл Отчего же я спел и гроздь ждал, а выросли только дички Странная идея Суд, виноградник судится с виноградарем Ну, в общем, понятно, что виноградар сделал все А виноградник не сделал ничего Тут ясно, кто прав, кто виноват Какой же приговор? А теперь я объявлю вам, что сделаю с виноградником своим Я брошу его ограду, в дребезги разобью стену, чтобы был вытоптан он, чтобы пришел запустение Заброшу его без подрезки, без прополки Пусть он терным зарастет и сорняками А облакам я повелю дождями его не поливать Ну, вполне логично, да? То есть, если виноградник себя ведет, как кусок дикой какой-то пустоши То Господь его и оставит дикой пустошей Перестанет о нем заботиться Израиль, вот виноградник Господа воинств Иудея, сад его любимый То есть, здесь, наверное, слушатели приходят совершенно на изумление И понимают, что это песня про них И что они этот самый виноградник Ждал правосудия, нашел кровопролитие Вместо правды явил из кривда Ну, здесь в оригинале такие созвучия очень яркие Цадака, цаака, мишпат, миспах Я в переводе позволил себе немножко поиграть тоже словами Ну, а в чем же это выражается? Что ж мы такого плохого для тебя, о Господе, сделали? Спросят они Горе вам, кто дом прибавляет к дому Поле присоединяет к полю Другим не оставляя места Словно жить вам на земле в одиночку Ну, это, конечно, про приобретение недвижимости Но плохо не само по себе владение недвижимостью А когда человек угнетает при этом других Поведал мне Господь воинств Многие дома опустеют Или можно перевести великие дворцы опустеют Хоть просторно, хоть прекрасно, да безлюдно Виноград с десяти участков войдет в одну корзину Посеешь десять мешков зерна, соберешь один Вот как раз люди не приносят Богу плода И он их лишает плодов земных урожая А дальше такая довольно сатирическая картина Горе тем, кто по утрам ищет браги Вечерами в поисках вина рыщет Арфы, лиры, бубны, дефлейты и вино Вот их праздники Зато о деяниях Господних не подумают На дело рук его не посмотрят Зато пойдет в изгнание мой народ Который сейчас не ведает о том И будет знатный от голода гибнуть И множество народа сожжет жажда Вот веселый праздник, который продолжается Опять-таки ничего нет плохого в том, чтобы повеселиться Иногда устроить себе праздник Выпить, музыку послушать Почему нет? Но когда это становится единственным смыслом жизни Для одних Значит это делается за счет других За счет тех, у кого нет возможности Как-то себя прокормить Зато пойдет в изгнание мой народ Который сейчас и не ведает о том И будут знатны от голода гибнуть И множество народа сожжет жажда Зато разверзла преисподняя пасть Свой ненасытный раскрыл рот И вожди, и толпа туда сойдут Все, кто был буйен и кто был весел Унижен рот людской Пал человек Надменные взгляды поникли Но Господь воин с правотой вознесен Святой Бог правдой освящен Овцы будут на пастбищах своих Чужаки будут есть отборных ягнек Ну вот образ Такая довольно сбивчивая речь Вот образ страны, которая разорена Люди поникли Люди пали Господь воинств вознесен При этом, соответственно, чужаки Оссирийцы, скорее всего, имеются в виду Они владеют этой страной И вот те раньше только себя Думали, как накормить, напоить, вывеселить А теперь оссирийцы за их счет Перуют Едят отборных ягнят И дальше Горе тем, кто притягивает вину веровками лжи Запрягается в колесницу греха Такой образ, да, вот прямо Ложью тянут вину на себя Впрягаются в колесницу греха То есть везут на себя грех Но тем самым и становятся его Вьючными животными, да, его рабами Говоря Пусть поторопится Пусть скорее свершит свое дело А мы посмотрим Пусть исполнится Сбудется замысел святого Израилева Чтобы мы убедились Да, вот Такой скептический взгляд Ну, посмотрим, что он сможет нам сделать, да Вот мы пока грешим В свое удовольствие живем И посмотрим, что там у него получится Может, что-нибудь и выйдет Горе тем, кто называет зло добром А добро злом Кто тьму почитает светом А свет тьмой Горькое сладким А сладкое горьким Горе тем, кто мудро в собственных глазах И разумен лишь на собственный вкус Ну, смысл понятен Да, вот есть абсолютно ясные, очевидные вещи Есть много спорных и сложных вещей Но вот есть добро и зло, которые нам очевидны Когда человек начинает их смешивать между собой Ничего хорошего его не ждет И когда его разумность, она про себя Горе тем, кто геройствует за вином Кто только бражничает силен Та же самая тема Да, опять-таки Не столько обсуждается пьянство, как таковое Хотя в нем ничего хорошего А сколько жизнь ради пьянства И тут же сразу Кто за взятки оправдывает злодея Отнимаю правого его права Ну, на вино же надо зарабатывать Вот взятки очень хороший способ С их точки зрения Заработать себе на выпивку За то, как солому пожирает огонь Как пламя истребляет сухостой Так сгниют корни их Облетит их цвет, словно прах Они отвергли закон Господа воинств Словом, святого Бога Израиля пренебрегли Потому Господень гнев и горит на его народ Заносит руку, бьет и трепещут горы Громоздятся, как мусор на улице мертвые тела Притом не иссякает его гнев Все еще занесена его рука Вот образ такого страшного нашествия Разорения, ассирийцы, которые действительно были Очень жестокими завоевателями Но можно себе представить Именно татар, монголов, вермахт Все что угодно Любую жестокую армию, которая вторгается Рогается, громит, убивает И причина всего лишь в том, что само общество созрело для этого гнева Поднимет он знамя для дальних народов Позовет их от края земли Как они поспешат, как легко прибегут Нет среди них ни усталого, ни унылого Нет ни дремлющего, ни спящего Не ослабнет на поясе ремень Не развяжется обувь и шнурок Стрелы острые, луки легки Копыта коней крепки, как кремень Крутятся колеса колесниц, как вихрь Он любуется этими завоевателями Ассирийцами, татаро-монголами, вермахтом Бравые воины в полном вооружении Ни усталого, ни унылого, ни дремлющего, ни спящего Здесь куча созвучий в оригинале Я постарался это в переводе передать И как можно любоваться злом? А вот, как ни странно, можно Потому что это не просто какая-то беда Это некая грозная сила, которая призвана Очистить израильтян от зла Да, через страшные бедствия, убийства и все остальное Но как орудие они прекрасны Вот удивительно, что Исаи может любоваться врагами Там, где, казалось бы, надо сочувствовать своим И врагов проклинать Но для него свои те, кто с Богом А не те, кто его народ, его страна Его родные, близкие, друзья, соотечественники Вот свои те, кто с Богом И еще вот об этом нашествии Зарычит, как лев, как львенок заревет, разорвет добычу и прочую несет И никто от него не спасет А брошится в тот день на него, словно бурное море А на землю посмотреть лишь тьма и горе Тучи свет поглотили Здесь даже такая сбивчивая речь Вот такое введение, когда уже не просто военное нашествие Но тучи закрывают солнце Вот мрак, затмение Вот какой-то кошмар и ужас И оно все такое Вот ничего не остается другого Ничего нет вокруг Что с этим делать? Как с этим жить? И тут перерыв А шестая глава будет совсем про другое Вот Исаия, кажется, их достаточно напугал Можно остановиться и поговорить о чем-то другом Субтитры сделал DimaTorzok